поддерживает нам сегодня все постарается уладить но вы не молчите так нет звука у всех нет звука мишенька ты обычно не от лучше не голосом а письмом потому что я просто что я тебя прекрасно слышу все остальные тоже ну хорошо друзья мои у нас сегодня второй вебинар посвященный материнству и детству потому что первый вебинар оказался успешным и необходимо продолжить данную тему для того чтобы вы могли каким-то образом участвовать правильно в жизни своих детей я естественно делюсь с вами опытом для меня важно чтобы все что касается материнства и детства на сыроедении да в том числе ушло в массы ушло к вам жизнь и стала достоянием вашей жизни то есть самое лучшее то чего сама уже успела то что сама успела проявить в своей жизни я дам на всеобщее обозрение конечно сразу скажу что ну я на прошлом вебинаре упомянула об этом сказала что я стараюсь нигде не выкладывать ни фотографии своего ребенка не различные какие-то там вещи связанные с своим ребенком почему потому что счастье любит тишину это знаменитая такая фраза которая должна стать вашим путеводителем по общению с детьми я предполагаю что у нас с вами сегодня будет вебинар с ответами на вопросы и я очень большую роль буду уделять именно ответом на вопросы конечно не будет удобно мне будет удобно если вы будете писать свои вопросы голосом все-таки несколько неудобно потому что это будет переключение это будет скачки этого интернета и так далее поэтому если вам более или менее удобно то озвучивайте свои вопросы именно письменно то есть я читаю чат я все вижу я на все вопросы ваши отвечу теперь потому что было ранее озвучено кто-то присылал мне вопросы в личку кто-то обозначал вопросы которые хотелось бы раскрыть более плотно и ну как то развернуто да потому что все равно вы понимаете что эта тема такая достаточно скрытая мало кто делится сакральной информацией но я с вами поделюсь конечно те кто будет смотреть наш вебинар записи или кто присутствует у нас здесь чате понимают что я с 9 я помощница лодера алексея шамшука меня зовут андрейка алена я автор книги чаровное сыроедение веду достаточно много образовательных курсов которые весь перечень образовательных курсов у меня есть на сайте андрейка алена ну в общем я не буду долго долго представляться все вы примерно в курсе кто я такая ну и собственно почему я излагаю этот материал тоже я озвучу я потому что у меня были на сыроедение домашние роды ребенку сейчас 9 лет и соответственно у нас достижение в три года ребенок уже читал писал мы ходим занимаемся на художественную гимнастику занимая по краю по краснодарскому краю достаточно высокие места то есть все это у нас проходит в древле православной традиции и соответствовало строительный то есть вот я постараюсь раскрыть все темы какие только могу коснуться по круг до и около вот озвученного мною но естественно конечно чем 100 с того что мне уже прислали в ручку был прислал вопрос хотела бы поподробнее узнать про воспитание детей что когда и как рассказывать правильно будет ли про это вебинар будет об этом я сейчас все расскажу и так как воспитывать детей у нас есть еще тенины монте-сори и у кого только нет сейчас но никто не касался никогда темой именно древле православия я сейчас буду делиться с вами навыками способностями возможностями отработанными в бою то есть это то что стало уже частичка меня что я потом кровью добывала и на собственных ошибках чему училась конечно дети учатся тому что они видят каждый день вот мы же например дышим да мы ложимся спать мы кушаем мы спим это то рефлекторное поведение которое дано нам по праву рождения то есть мы вот это рефлексы в основном то что у нас заложен если вы древле православный человек если бы сыроед то все это станет достоянием ваших детей на рефлекторном уровне то есть они будут видеть как живут родители и они будут делать так же я могу рассказывать только о своем ребенке конечно можно было бы говорить что это единственный верный вариант который должен быть вот так вот сделан что вот так то и так то и так то должно быть но я буду рассказывать только о своем варианте которое вы экстраполируете перенесете каким-то образом на свою жизнь возьмете то что наиболее вам интересно ну и собственно говоря потом уже будете пожинать те или иные плоды и так ребенок да воспитание но естественно с самого рождения у нас были проведены все ритуальные моменты связанные с именна речения это однозначно мой ребенок рожден был дома мы провели именна речения мы сделали все 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 что связано с древле православной традицией рождении детей и это то начало начал который дает высокий старт дальше конечно же у нас было максимально долгое как я говорил в предыдущем вебинаре кормление грудью то есть она у нас продолжалась практически до пяти лет если самого младенчества это было активное кормление кормление грудью то есть грудное скармливание было основным питанием то ближе к пяти годам это уже было просто единение с ребенком которое позволяло дать ему энергию позволяло его окутать своей аурой приобщиться эмоционально друг другу ну и собственно дать конечно чисточку иммунитета потому что еще раз до четырех лет у нас сформируется иммунитет но мы делаем скидку на то что у нас питание несовершенно экология тоже я продлила как минимум до пяти лет конечно более мысли связанные с тем чтобы кормить чуть еще дольше но ввиду того что у меня очень мобильная жизнь мне приходилось на некоторое время уезжать и это стало решающим моментом когда мы сели с дочкой поговорили я сказала что ну как ты считаешь поможем уже сейчас остановиться на данный момент и как бы вот пусть чтобы у нас больше не было грудного скармливания все мысли как со взрослым человеком хотя и на тот момент было практически пять-пять сели и поговорили она сказала что мне конечно грустно что вот уже кормление сессии не будет да ну как бы я все понимаю что я уже взрослая то есть она рассудительно рассудила да и поняла что действительно уже пора немножко перестроиться но вместо кормления грудью у нас были обнимашки частые долгие мы могли вместе заснуть мы могли часами разговаривать перед сном то есть вот это момент психологической пустоты я учла то есть у нас ее не было у нас все заполнилось максимально и вот это грудное скармливание оно как-то закончилось так что ребенок не очень-то и заметил перемену то есть мы все равно были вместе с утра мы просыпались да и мы общались так как будто бы было грудное вскармливание и вечером перед сном поэтому конечно на самом деле когда ты окунаешься в мир древле православия ты понимаешь что он волшебный он дает право растить такие детей которые ну как бы они действительно твои то есть вот ты чувствуешь настолько вот близко ребенка настолько чутко и с таким пониманием ребенок относится к каким-то перипетии твоей жизни что вот эти моменты они дорогого стоят поэтому конечно первое что касается воспитания детей это питание да то есть я об этом обещала поговорить и я об этом говорю теперь собственно прикорм да у нас зубки начали расти поздно когда начинают расти зубы дело в том что у нас физиологически устроено так что зубы начинают расти только тогда когда есть некие дефициты в организме то есть если того питания грудного вскармливания ребенку по каким-то причинам не хватает у него начинают физиологически резаться зубки и он через питание дополнительное помимо грудного начинает получать витамины микроэлементы жиры белки и все остальное по списку поэтому не нужно стремиться к тому чтобы у деток очень быстро начали резать зубы если у ребенка в три месяца начинают резаться зубы первый приз от того что у него быстро половое созревание три месяца уже можно об этом говорить ранее вернее половое созревание и дополнительно и дополнительно можно сказать о том что у ребенка некие дефициты присутствуют то есть вот эти дефициты они устраняются через питание матери то есть если у мамы полноценное грудное молочко то есть она кушает все самое полезное соответственно у ребенка дефицита не будет если у ребенка рано начинают резаться зубы есть еще шанс это исправить то есть один два зубика это еще как говорится только начало начал все остальные чуть позже вырастут но с неким периодом с неким диапазоном да поэтому если вы заметили что у вашего ребенка например три месяца от убывает и раньше уже начинают лезть зубки естественно вы вспоминаете о том что у нас есть две причины гормональные перестройки которые являются следствием раннего полового созревания и соответственно дефицит почему бывает раннее половое созревание дело в том что у нас скучность жизни то есть у нас мы живем в таких коморках таких маленьких пространствах и так близко друг к другу что все эманации они становятся общими то есть вот все мысли людей а мы понимаем да что все половые акты которые совершаются в многоэтажном доме они опыляют своей энергетикой всех детей и вот это вот половая энергия она зачастую приводит к ранним половому созреванию у других детей то есть собственно наших ваших любых других которые попали в поле сексуальной энергии раньше половые акты совершались только на природе для того чтобы все плодоносило все было красивым все было таким прям быстро созревающим сейчас все это делается там в доме и квартире а поскольку половая энергия самая мощная она начинает облучать все и вся да поэтому очень аккуратно да подходите к этому конечно для того чтобы божественный ребенок родился рос и взрослел нужно чтобы все половые акты совершались вдали от детей для того чтобы их эволюция их рост не зависели никоим образом от того что происходит у вас квартире либо в вашем доме теперь по поводу самого питания вот здесь друзья мои все что видите вы ест ваш ребенок естественно постепенно как происходило у меня первое что попробовал мой ребенок после грудного молока это морковка то есть я вот ну просто это вкусный щелочной продукт теперь как мы начинаем в принципе прикорм так делают обычные мамы да ну я под словом обычно говорю это на традиционное питание и как делает например сыроед то есть у нас было так я взяла морковочку у нас появился первый зубик это было уже там месяцев 9 то есть у нас поздно полезли зубки достаточно поздно и взяла морковочку натерла на мелкой терочке выжала сок и не стала там сок нас соковыжималки делать и вот этот вот сок буквально там пол чайной ложечки дала выпить ребенку зачем это нужно дело в том что здесь не вопрос аллергии хотя он тоже важен нас числа ли аллергичные дети рождаются в силу грязного организма то есть когда организм грязный соответственно появляются аллергии здесь организм начинает сам атаковать себя и здесь уже только чистить организм чистый организм ведет тому что аллергии не будет теперь дальше вот попробовали да то есть вот например сегодня я дала сок морковные и больше ничего никакого прикорма я сегодня не даю только есть грудное вскармливание соответственно на следующий день если у нас все нормально у нас есть в кишечнике некие симбиоты которые помогают переваривать новый вид питания и старый то есть вот у нас есть грудное молочко которое попадает ежедневно наши же кт также как и ребенка под это молочко в кишечнике уже ассимилировались выросли и проживают благополучно некие бактерии которые являются нашими симбиотами они помогают разложить все попавшиеся попавшие в наши же котель и тем самым мы пополняем свой организм витамины микроэлементами так далее да и вот попадает нечто которое еще не никогда не попадала в организм симбиотов симбиотов то есть другого вида бактерий которые могли бы разложить морковный сок пока в организме нет но для того чтобы они появились нужно очень аккуратно давать питание то есть сегодня у нас было пол чайной ложечки на следующий день я уже даю 2 столовые ложечки да вот ну как бы вот сколько выпьет ребенок потом через день я уже например могу добавить кашицу небольшую морковную сок через неделю полторы я уже могу на терочке сладкую сочную морковочку потереть и дать ребенку и так с каждым продуктом который никогда ребенок еще не пробовал почему так того что сыроедение это чистое питание и для того чтобы правильно включить в работу наш жкт нужно плавно плавно вводить следующим продуктом у нас было яблочко чуть попозже у нас появился огурчик бананчик там грушка существует терочка маленькая такая с зубчиками еле-еле видными то есть она всегда мама в нашем детстве терли на таких терочках яблочко так вот я на этой терочке терла все постепенно появился мед который я добавляла сухофрукты орехи орехи в последнюю очередь грубо говоря сначала у нас прошли все фрукты ягоды и овощи но имеется ввиду вкусные я не говорю о баклажанах или там вот это все такое тяжелое это у нас не было и сейчас ребенок это все не место она не понимает как это вообще можно есть ей не вкусно то есть посленого море ребенок вообще не место она не любит помидоры она игнорирует болгарский перец то есть ей вот природно и не вкусно хотя болгарский перец он принципе сладкий но и не вкусно и даже запах этот не нравится то есть если выношен ребенок на среднем если он без прививок если на грудном скармливании долгое время посленого и есть ребенок вряд ли будет есть конечно наоборот там запой едят помидоры им это очень нравится но по сути понимаете да что наша задача дать волю то что дети все разные у меня лично дочь отказывалась от всего что связано с послевной отказывается до сих пор то есть она их не ест за всю жизнь она может там два помидора съела это экспериментально пойдет не пойдет но она и она не отравится у нее ничего там желудка не случится и просто не вкусно на это не ела потом после овощей и фруктов и ягод у нас подключились кашки что мы делаем с кашками ну естественно у нас есть проростки главные ваши проростки это гречка потому что они очень мягкие вкусные нежные они такие молочные и все кашки которые умеют прорастать ваши в рационе потихонечку появляются то есть вы прорастили некую кашку хорошенечко ее промыли засыпали в блендер добавили например ягодок там каких-то фруктиков обязательно обязательно сыроеческое настоящее льняное масло у меня есть свой маслопресс я давлю на этом маслопрессе маслицы поэтому у меня то есть я специально приобрела маслопресс он портативный шнековый электрический там буквально ничего не стоит чтобы на нем надавить масло женщина справится очень легко и просто так вот мы берем и выдавливаем для того чтобы кашка была с маслицем потому что омега-3 является основным строительным материалом для оболочки клетки и конечно я рекомендую приобрести маслопресс чтобы не бегать за каждыми 15 граммами 20 масла в магазин вот то есть добавляем чуть-чуть вот этого растительного маслица ну я говорю не но вы можете какого угодно добавлять просто льняное наиболее богато омега-3 и по финансовым всем характеристикам очень нам подходит туда же добавляю например какие-то дополнительные там ингредиенты если ребенок уже на вкус это пробовал сбиваю в блендере до абсолютно как бы одинаковая консистенция мелко-мелко-мелко-мелко-мелко чтобы это было как кашица это все можно подогреть до 40 градусов то есть вы железную чашечку это все пересыпаете можно на какой-то там плиточки или что-то или на паровой бане чуть-чуть подогрели можно дополнительно добавить свою грудное молочко у меня в свое время было столько молока грудного что его девать было некуда поэтому в кашку конечно я добавляла грудное молочко все кашка готова конечно проще взять растворимую кашу которая продается богу знаете в магазине конечно проще когда вы ну вот то есть проще все сделать растворимым вот эти вот каши там типа геркулесовые всякие и накормить ребенка но мы взяли путь сыроедения трудно сразу скажу как пока вы не привыкли потому что когда ребенок там капризничает еще пеленочки еще укачать уложить этот еще есть нужно готовить не так что там очень быстро еще мама постоянно голодная то есть задача не просто родить ребенка и никого прививки а именно вырастить его на сравнении для того чтобы у него было здоровье чисто кишечника и было желание жить самыми последними то у нас идут орехи вернее так после знаковых орехов после орехов бобовые ну честно скажу бобовая у нас нут хорошо идет принципе маш хорошо идет то есть мы все это проращиваем и тогда кушаем орехи да точно так же то есть мы берем маленькие пропускаем через кофемолку маленькие там либо кусочек такой либо щепоточку молотого на язычок и ребенок все чувствует все кушает ему все хорошо ну все а дальше уже собственно после года когда у ребенка появляются зубки все что на вашем столе помимо его кашек фруктовых смузи соков грудного молочка можно тот же самый больше к сыроечески приготовить там ничего криминального если слишком крупно пропустить через блендер буквально рывками вот так вот взбейте чтобы частички все-таки нужно было жевать но они были такие крупноваты то есть все что едите вы так потом постепенно когда он попробовал все фрукты все ягоды сформировалась правильная симбиотическая микрофлора в кишечнике вы ребенку все даете и он кушает вообще также сыроеческие котлетки смузи кашки салатики салатики вот кстати мой ребенок не особо любит потому что это нужно ну как сказать очень постараться до чтобы разжевать и до сих пор такая некая линца присутствует поэтому здесь салаты но кушает но такая любит чтобы было вкусно чтобы было мягенько очень любит авокадо то есть присутствовала в детстве сразу скажу достаточно много в акадо это жирненький фрукт которые с удовольствием дети едят можете его смешать там с любым другим ингредиентом у меня ребенок очень любил с медом это кушать конечно точки зрения органомичности да или там какие-то других показателей мы не смешиваем например сладкое с орехами же орехи будут бродить но здесь зачастую я доверялась ребенку то есть на был стол на котором выложены некие ингредиенты и ребенок знает на вкус как каждый ингредиент выглядит она показывала пальчиком говорила вот это вот это вот это из этого я компоновала ужин обед и завтрак по поводу садиков садиков мой ребенок ходил в садик но это было сделано только ради социализации как такового и постоянного садика который с восьми до восьми вечера у нас не было у нас был садик такой то есть во первых она завтракала дома в садике существует такое понятие как второй завтрак либо полдник вот я давала с собой фрукты грушку вкусно большую либо яблочко либо бананчик либо еще что-то чтобы не печенье и кефир ей там дали а именно там что-то полезное такой был полный все дети вырывали и завидовали особенно когда я давала там виноград черешню вишню ну что-нибудь такое вкусное то есть приготовленную еду с собой в садик не разрешают а фрукты разрешали поэтому мы вместо того чтобы второй там завтрак либо полдник в детском саду я каждый божий день ребенку в садик давала что-то с собой потом у них были развивающие занятия там различные там посиделки почиталки порисовалки и перед обедом я ее забирала то есть перед обедом я ее забирала мы обедали дома ложились спать так как это происходит в детском саду после этого просыпались ну и собственно уже вечер да то есть мой ребенок ходил фактически на полдня в детский сад что по поводу прививок могу сказать во первых я работала в управлении образования своего района и вякнуть в мою сторону не мог никто во первых когда я приходила в детский сад меня все боялись я была начальником пмпк если кто не знает что это такое это связующее звено между школами и медицинскими учреждениями все инвалиды дети инвалиды проходили через меня и собственно как бы было некое парадоксальное восприятие как такое может быть с одной стороны я отказываюсь от прививок всегда писала отказы везде стояла моя подпись что я против прививок что я против того против всего но одновременно я работала как говорится на государство и все работники детского сада в котором находился мой ребенок словом не могли сказать поперек то есть я делала все чтобы не было никаких претензий к моему ребенку соответственно мы окончили вот так вот то есть прошли ребенок пошел сейчас скажу в три года в садик то есть это не начальные этапы точно то есть мы с трех лет ходили садик ей очень нравилось мы почему вообще пошли не потому что нам дико нужно было разгрузить маму или еще там что-то а просто потому что я видела как она тянется к детям она вот так вот становилась знаете вот садик когда проходишь там заборчик есть она удовольствовала за жердочки или там как сказать за прутья забор обралась просолу личико насколько могла и смотрела на детей когда мы мимо проходили и все это стало решающим то есть мой ребенок ходил в садик общался набирался опыта я считаю это мое личное мнение что нефиг детей огораживать от этого мира они должны знать что такое огонь медные трубы что такое взаимодействие с бешеными с вышедшими детьми которые вообще нет мира сего и родители у них такие которых врагу не пожелаешь почему потому что растить цветочка которого потом если выкинешь наш социума он не будет знать как в нем жить это навредить ребенку вы должны рассказывать что да там например я говорю о своей дочери доченька этот мальчик или эта девочка сделали вот это вот это и вот это потому что но ты не повторяй ты запомни что это вот вот так вот так то есть грубо говоря мы проходили воспитание дома такое которое позволяло понять этот мир таким какой он есть то есть если бы я ее дома закрыла и позволяла общаться только с очень гениальными очень хорошими детьми потом бы она вышла в этот мир и не понимал и думала что все такие и потом бы получала шок от того как с ней поступает уже в взрослом состоянии поэтому я сторонница того что ребенок должен адаптивно воспринимать этот мир у вас может совершенно другое мнение там манты ссори там еще какая-то ерунда которая супер-пупер крутая у меня ребенок ходил среднестатистический детский сад дом у нас было древле православия через которое я объяснял что такое боги такое ежедневное отдание дани как проводить радовница как проводить то есть все и был социум в котором я объясняла почему люди себя так и ведут почему то то все то пятое десятое у нас происходит поэтому конечно мы прошли такой путь вы можете совершенно по-другому если у вас пять детей и хотя бы три у вас есть момент взаимодействия да то оставляйте ребенка дома может быть им не нужен детский сад или он у вас не любит детей и вообще дети не нужны или еще какая-то другая ситуация у меня я передаю только мой опыт теперь что мы делали параллельно с точки зрения сыроедения древле православия я я проводила ежедневно до медали всякие различные мероприятия там и шила и вязала и танцевала и хороводы и выездные все 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 естественно я всегда объясняла ребенку что это и почему я это делаю ребенок мой сейчас знает всю ритуальную часть понимает почему что-то происходит что надо делать в отдельный момент времени то есть у меня тайна от ребенка никогда не было стремлю православие она то есть она до поры до времени думала что при уже православие у всех а потом она увидела крестик на груди одного ребенка а спроси а что это я стала объяснять что у нас не только звуковый православие у нас есть еще другие религии я рассказал как они работают как они устроены что там как вот она очень удивилась и зачем они им если у нас издревле православии Ну, то есть парадигма сформировалась, и душа моя ликовала и радовалась от того, что все-таки все хорошо. Потом у нас пошла школа, никаких домашних вот этих вот образований у нас нет и быть не может в принципе. Нам хватило трех месяцев карантина, я сказала, до свидания, вы что хотите делать, мой ребенок будет ходить в общую образовательную школу. Почему? Потому что опять здесь воспитывается момент стойкости. То есть, во-первых, дети повзрослели, у них сформировался характер. Кто-то хитрый, кто-то алчный, кто-то добрый, кто-то веселый. Все эти палитры красок она должна видеть ежедневно. Естественно, мы сейчас окончили, получается, второй класс. Ребенок отличница, моя девочка, она занимает на краевых всех олимпиадах, но у нас пока других предметов в олимпиадах не было, математика, русский. И первые места по краю, по краснодарскому. Это не из-под палки. Как вы понимаете, при моей текучести жизни, при моей сумасшедшей вебинарной жизни, естественно, там особо уроки учить не некогда с ребенком. Она сама садится, учит уроки, сама что-то там делает. Дополнительно у нас еще куча иностранных языков, у которых она сама себе выбрала. Художественная гимнастика. Но в общем, у нас очень-очень насыщенный день. И я пополняю роль извозчика. То есть я могу отвезти, привезти. На большее время у меня нет, ребенок учится сам. Лучшая игрушка у нас книжка. И у нас был такой казус, когда ребенку было 3 года. Она пошла в детский сад. Она взяла книжку, которую она шла, открыла и стала вслух читать. Дети вокруг сели слушать. Воспитательница ходила, ходила мимо. И думала, что знаете, как дети смотрят в книгу и придумываю в этом какую-то историю. А потом прислушала, что это действительно идет рассказ того, что там написано. Она меня позвала в сторонку. Говорит, а что у вас, ребенок умеет читать? Я говорю, ну да. Она у меня там с годика все буквы знает. С трех лет она уже сама читает. То есть у нас было так. Простите за подробности. Ребенок сидит на горшке и с открытым вот так вот читает книжку. То есть игрушка ее интересовала. Вот так вот взяла, покрутила, посмотрела, как она устроена. Выбросила все. А вот книжка. Это уже было круто. То есть у нас вот этот момент, он был обязательным. То есть я не знаю, откуда я ничего такого не делала. У нас просто очень много книг дома. Я никогда ребенку не отказывала в книгах детских. У нас было такое, что пол моей зарплаты уходила на то, чтобы купить ей книжки. Ну что поделаешь, у каждого свое хобби, да? Поэтому у нас как-то все так и было. То есть у нас все как-то органично одно в другое перетекало. Ей нравилось первое время ходить в школу. Сейчас немножко чуть больше нагрузка, устает. Но в целом ребенку нравится ходить в школу. Но здесь такой вопрос общения, он ключевой. То есть когда она общается с детьми, ей прям вообще кайф. Она расцветает, она счастлива. Когда она возвращается домой, все продолжается. Там сыроедень, древний православие. Там все как-то у нас в жизни компонуется. То есть я к чему все это рассказываю? У нас есть общество, от которого мы не отгораживаемся. Мы не говорим, вы дебилы, мы с вами не общаемся. Мы говорим, да, вы такие, какие есть. Но через нас меняется мир вокруг нас. К нам притягиваются те люди, которые должны притянуться. То есть я к чему говорю? Есть некое такое понятие, что вот, значит, давайте сделаем общину. Закроемся, высокий забор сделаем. Убежим куда-то в лес и будем там жить. Я же считаю, что нам нужно создать некую общину, которая будет прям чуть ли не посреди там какого-то достаточно жилого там места, да, краевого там или там что-то, станицы или еще чего-то. И внутри уже организовав, соорганизовавшись, да, начинать все перестраивать под себя. То есть не надо ни от кого бежать, не надо ни от кого отгораживаться. Можно жить по-человечески, находясь в этом обществе. Можно жить так, как тебе нравится, гармонично. И запомните, если ты напрягаешься, если у тебя внутри есть напряжение, значит, не будет толку с вашего древнепровославия, не будет толку с вашего сыроедения. Вы должны расслаблены быть. У вас все получается, потому что вы расслаблены. Ну, не получилось сейчас, завтра получится. Завтра не получилось, послезавтра получится. Тут что-то не так написали, где-то отказ от приема, где-то там написали там что-то еще. То есть не надо ни с кем воевать. Все инструменты гармоничной жизни присутствуют. Вы все можете в этой жизни делать так, как вам нравится. По воспитанию, ну, вот знаете, кто был у меня дома, тот знает, что у меня над столом огромная полка с книгой Владимира Алексеевича. Это наша общая полка с моей дочерью. Она периодически выдергивает какую-то книгу, я напомню, ей 9 лет, и сама запомню читает. То есть у нас нет такого, чтобы я, вот, читай специально, ты должна. Она видит, как делаю я, делает так же. Запомните, нет другого воспитания, кроме как пример. Пример это основная ситуация с воспитанием. Если я так говорю, так же будет говорить мой ребенок. Если я не курю и не пью, еще объясняя, почему я так или иначе поступаю, ребенок будет точно так же делать. Конечно, он может нахвататься где-то у подружек, у друзей, что-то. Но если я это замечу, я ругать и убивать ребенка за это не буду. Я объясню, ну, попробовал хорошо, но случилось так. А теперь давай разберем эту ситуацию. И по полочкам, что к чему, зачем приведет. То есть право выбора все равно должно присутствовать. У нас право выбора вот просто вот таких вот. Только ребенок сказал, я хочу в детский сад, она пошла в детский сад. Сказала, я хочу в школу, она пошла в школу. Если бы она сказала, я хочу дома сидеть, мы в месяц походили в школу, и если бы ей не понравилось, она бы сидела дома. То есть не то, что я ее выгнала и сказала, иди, значит, там, пробуй, как хочешь, так и выживай в этом дурацком мире. Нет, я наблюдала, я делала выводы, я смотрела, что ей подходит, что нет. И уже на основании ее личного выбора мы принимали некое решение вместе. Я просто, понимаете, вот мне легко делиться опытом. Я всегда подхожу к вопросу воспитания через свой собственный пример. Другого я дать не могу, потому что я могу навязать то, чем я сама не живу, но это будет силиконовая жизнь, это будет неправильно. Я могу лишь дать то, чем я сама живу. Пока вы пишете свои вопросы, если таковые имеются, я сейчас зайду в скайп. Я помню, что там достаточно много вопросов было, я их сейчас все разберу. Спасибо. Спасибо. Вопрос про повторные роды. После кесарева. Возможно ли самостоятельно в домашних условиях или опять же только кесарево, как говорят врачи? Вот смотрите. Вот это очень важное. Советуете ли вы приобрести проращиватель зерю? Ну, пожалуйста, конечно. Если он вам удобен, конечно. Я всю жизнь обхожусь без проращивателя. По поводу кесарева. По поводу кесарева. Вот смотрите. Я на прошлом вебинаре говорила, что я все, что связано с деторождением, делала интуитивно. У меня было такое здоровье. Я просто вот как в сайгах там бегала на 8-9 месяце беременности. У меня не было ни отеков, ни каких-то сердцебиений, ничего. Я спала как младенец. У меня был шикарный аппетит. Я просто вот на среде не как этот, как, я даже не знаю, просто точила все и вся. То есть мне прям было вкусно. Все, у меня не было никаких там проблем с питанием, то есть с восприятием пищи, никакого токсикоза. Я себя прекрасно чувствовала. Во-первых, я перед этим сдала анализы, да, я знала, что я здорова. Ну, как-то так все органично получилось. Если вы в течение беременности чувствуете, что у вас что-то не так, что у вас что-то просто вот странным образом происходит, либо вы волнуетесь, либо вы не уверены, вы идете рожать в роддом. Конечно, договаривайтесь с врачами. Конечно, просите там вы их обо всем, чем можно попросить. То есть, естественно, напишите отказы от прививок, если вы считаете, что прививки это не совсем правильная вещь. То есть, грубо говоря, все по своему самочувствию. Однозначно этот вопрос ответить трудно. У моей свекрови была ситуация. У нее мой супруг родился посредством кесарева. И когда она через пару лет пришла на осмотр, оказалось, что внешний шов на животике остался, а внутренние швы абсолютно заросли. То есть, там такая регенерация включилась, которая позволила соединить ткани. Там даже рубца, там ничего не оказалось. То есть, врач несколько раз осматривал, он не понял, что там когда-то было кесарево. Поэтому, друзья мои, все сугубо индивидуально. Если вы чувствуете себя прекрасно, если у вас все зарубцевалось, все сделать как нужно, врач говорит, что у вас идеальная матка, если вы там, значит, просто вот сок, соль земли, тогда, пожалуйста, можно и дома. Если же вы в чем-то не уверены, вы идете рожать роддом. Потому что, еще раз я вам повторюсь, однозначно вопрос на это ответить нельзя. Здесь ответственность за это вы можете взять только на себя. При отличном самочувствии у вас одна ситуация, при не очень другая. Как повлияет на ребенка появление на свет не по своей воле раньше времени? Быть такого не может, что что-то не по своей воле. Дело в том, что у нас, я как профессиональный астролог, я там прием веду, я, в принципе, как бы знаю этот момент, что детей в этот мир вытягивает планета Луна. Ну, будем говорить планеты, потому что с точки зрения астрологии, это второе светило. Ну, как сказала, так сказала. Вот, то есть вытягивает Луна. Луна отвечает за деторождение, за какие-то вот эти вот, ну, как сказать, теплые моменты, за материнство, за все, что связано с роднёй. Да, и получается, что Луна, которая есть в натальной карте, в карте звёздной, да, ребёнка, она его просто вытянула посредством кесаря, посредством ранних родов, быстрых родов, скоростных, да, или каких-то ещё. Либо, например, там, ходите 10 месяцев вместо там 9. То есть Луна ребёнка, которая есть в его натальной карте, она его вытянет. Поэтому не надо думать, что кесарево, это вот что-то такое, что боги этого не видят, и мимо богов прошло данное мероприятие, да. Всё так должно быть, всё так, как происходит. То есть вот ваша задача не заострять внимание на том, что что-то плохо или хорошо, а почувствовать, боги ведут вас, или вы по своему только уму всё вы здесь решаете. Если вы чувствуете, что вы даже на кесаре идёте, но боги вас ведут, то есть всё равно всё будет хорошо. Ради бога думайте лучше о себе и о ребёнке, чем о том, что плохо, либо хорошо. Дальше. По поводу выбора времени кесарева. Ну, с точки зрения древнего православия, здесь подгадать только час можно максимально. Всё остальное уже вопрос такой, да. Ребёнок первый вдох делает, первый взгляд, первое там что-то ещё, дефекация первая. То есть здесь как бы, ну, выбрать, здесь просто был такой вопрос, что можно выбрать время. Это утешает, да, что когда кесарев. Ну, друзья мои, пусть, конечно, примерно час можно, всё остальное это уже вопрос такой. По поводу стоимости домашних родов. Дело в том, что действительно поведухи современные, либо духовные акушерки, как они себя называют, это не дешёвое удовольствие. Но если вы пойдёте в роддом, в 90% случаев вам всё равно придётся оплатить дополнительные услуги акушера, оплатить услуги нянечек всяких, медсёстр, и, конечно, всё равно выльется в ту же самую сумму. Здесь же человек будет с вами и дышать, и расскажет, что с вами происходит, и поможет сфокусироваться на правильных мыслях, и расскажет, что, как, зачем, в какой очерёдности должно с вами происходить. Вы будете рожать в той позе, в которой вам нравится. Поэтому, конечно, духовная акушерка – это полезная вещь. Я понимаю, что это в районе, там, ну, Москва, не Москва, не знаю, но в районе 50 тысяч рублей точно, но, друзья мои, жизнь ребёнка, как мы понимаем, особенно старт её, гораздо ценнее, чем всё остальное. Поэтому, конечно, будьте разумны, будьте, ну, как-то, я даже не знаю, как, широко смотрите на мир, да, и понимаете, что, конечно, любые роды, особенно связанные с духовными акушерками, особенно домашние, если у вас не совла, да, это финансовое вложение, вложение, не траты, именно вложение. У меня было совла, но мы, нас всё равно супругом вела духовная акушерка, то есть она всё равно, там, какие-то моменты рассказывала, успокаивала морально. Она не была в древле православии, что самое интересное, но она была какая-то, знаете, органичная, то есть она и современная, и органичная, и могла как-то объяснить моё состояние, почему я себя так чувствую эмоционально, что с этим делать. То есть мы как-то уже даже дружили больше, чем была передача информации, то есть это была не армия, делай вот это, вот это, и вот это тебя будет вот так, воздастся. Нет, всё было так, вот так должно быть, поэтому, конечно, конечно, для меня духовная акушерка была прям богом, да, на тот момент. Она была тёплым, нежным человеком, который берёг меня, но на момент родов она говорит, «Ну, если вы там что-то засомневаетесь, я приеду, если нет, у вас будет соло». У нас было соло, и я вообще не жалею, что у нас было соло. Это настолько было классно, это настолько было успокаивающе как-то, что никого нет, да, никто нас не дёргает, мы сами предоставлены себе, мы сами можем решать, какой момент мы что хотим сделать. В общем, всё было так, как задумано. Что ещё? Нужно ли маятникам определять дату рождения или, возможно, к естественных роду? Так, значит, тут же вопрос про влияние даты рождения, а вернее даты операции. По ней же имя православное отдавать будет мама, да? Ну, смотрите, естественно, я, как человек, владеющий работой маятником, определяла не только день, час и даже пятиминутку, когда начнутся схватки, когда будут роды, когда родится сам ребёнок. То есть я всё это просчитала. Мне это нужно было только с точки зрения удобства. То есть я, ну, чтобы быть просто морально готовой, чтобы у меня пелёночки все были постираны, выглажены, чтобы там где-то что-то было заготовлено, чтобы я отдыхала, чтобы я была какая-то, ну, готова, в общем, морально. И всё. То есть только с точки зрения вот этой я себя настроила на работу с маятником. По поводу того, чтобы специально это сделать, ну, знаете как, можно, конечно. Но я, честно, выбрать лучшее имя, откуда вы знаете, какое лучшее? Здесь надо уже общаться с душой ребёнка. То есть не как вот вам нужно, а как в душе ребёнка нужно. И вы, когда будете работать с маятником, уже спрашивайте не у своей души, а у души своего ребёнка. И тогда, может быть, да, если при правильной работе с маятником вам придёт правильный ответ. Так. Знаете, вот у нас тут правильно пишут в чате по материнству и детству, что шантажируют сертификатом и так далее, там что-то, короче, такое. Ну, меня сильно не пошантажируют. То есть я такая, что если в мою сторону повякать сильно долго, я знаю, куда позвонить, я знаю, кому, чего написать, с кем поговорить. То есть, ну, просто нужно не давать себя в обиду. Девочки, подключайте своих мужей. У меня муж встал на добы, когда мне сказали, вы что тут пришли, там, на восьмом-девятом месте беременности, вы что, с ума сошли, давайте мы вас тут УЗИ, анализы, и, короче, в ад вас сразу в ад. А я такая сижу, два слова связать не могу, потому что я в шоке от происходящего. Супруг достал Конституцию Российской Федерации, сказал, если вы сейчас не заткнётесь, ну, по-русски говоря, да, вот прям, прямым текстом. Я сейчас позвоню и напишу везде, где только смогу, и вас сегодня же уволят. Ну, они вроде как там что-то притихли чуть-чуть, потом моя свекровь в меня вмешалась, зава там всей поликлиники стала звонить, там, разбираться с этим всем, потому что по закону мы имеем право отказаться от медицинской помощи, к медицинской помощи относятся все анализы, УЗИ, и всё-всё-всё. То есть, меня прослушали просто вот так вот животик, сказали, да, действительно, беременность есть, и мы удалились в освояси, и, собственно, знаете, вы должны уметь отстаивать себя. Если вы будете поддаваться на запугивание, вас будут запугивать. А если вы покажете зубки, а ещё и богов подключите к этому всему, так им мало не покажется. То есть, самое главное, чтобы вам было хорошо, чтобы вы себя чувствовали спокойно. Так, что ещё, какие ещё есть вопросы? Просто очень много комментариев, и в груди комментариев я пытаюсь найти вопросы, которые конкретно относятся ко мне, для того, чтобы развернуто ответить на все вопросы. Поэтому немножко приходится листать. По поводу УЗИ. Если, смотрите, вот наши мамы рожали детей без всяких УЗИ. Ну, то есть, мы вот все, всё поколение, я ещё в Советском Союзе родилась, всё поколение... Так, кто-то включился параллельно, друзья мои? Если кто-то включился, отключитесь, пожалуйста, потому что шум идёт и шипение. Вот, то есть, у нас не было никаких УЗИ. У нас не было вообще никаких вот этих вот страшных ужасов. Там только забеременела уже на УЗИ. Только там ручка-ножка сформировалась опять на УЗИ. Ничего этого не было. Все мы как-то родились, и всё было хорошо. Конечно, бывают клинические сложные случаи, когда ребёнок плохо формируется, когда беспокойная беременность, когда кровотечения какие-то. Тут уже без вариантов. Вы просто идёте на УЗИ и смотрите, что там происходит. Если у вас всё нормально, и у вас идеальный животик, у вас движение ребёнка идеальное, вы как этот, как сайгак, бегаете, прыгаете, как я прыгала и бегала в своё время, тогда, ради Бога, зачем вам какие-то УЗИ? Всё по самочувствию, всё по состоянию. Смотрите, я вот, если бы мне сказали, что с моим ребёнком что-то не так, я всё равно бы его рожала. Я всё равно бы делала так, как я считаю нужным. То, что они там видят на УЗИ, это одно. Что там у нас родится по итогу, это другое. И, конечно, я всё равно бы рожала своего ребёнка, я всё равно бы его любила, какой он есть, любой. Поэтому, друзья мои, и, конечно, УЗИ, оно несколько позволяет сложные случаи, ну, как-то, если к хорошему врачу попадёшь, ликвидировать. То есть, есть у нас внутриутробная там операция, да, то есть, когда ещё ребёнок не родился, что-то там чуть-чуть где-то вмешиваются, ну, и, собственно, ребёнок рождается полноценным. Это тоже никто не отменял. Такая практика есть. Но при этом, при всём, есть практика родов без УЗИ. Когда мы ничего этого не проходим, у нас нормальные рождаются детки. Поэтому ещё раз, ещё раз, друзья мои, по-своему самочувствую. Если есть хоть малейшее подозрение на что-то там, чего вы не понимаете, идёте делать УЗИ. Если у вас всё прекрасно, если вы чувствуете себя распрекрасно, тогда зачем? Так, вопросы. Так. По поводу блюд. Да, тут целый вопрос. Можно вопрос для Алёны. И даже просьба на семинаре в следующем по материнству эту тему раскрыть. Питание после родовое, так как нигде не найти этой информации. Везде пишут, что тёплое должно быть. И, конечно, никто и не представляет, что может быть сыроедческое. Например, есть услуги на «Корми маму», где привозят обеды девочки, которые готовят именно для женщин после родов. Костные бульоны и прочее. У них нет сыроедческого меню и не планируется. Может, кроме имбиря для согрева и тёплых напитков, есть сыроедческий, например, полная коллагена для восстановления. Все пишут, что тёплое должно быть обязательно. Сейчас, когда я уже ближе к году, на среднее, определились мои косяки с питанием. буду сдавать анализы в первую очередь на белок, ферритин, обязательно, чтобы подготавливаться к беременности. А на ничем нужно делать именно акцент в период послеродового. Так, послеродовой и кормления. Чем затаривать в холодильник? Я не очень умею готовить, хотя, конечно, приходится освоить сыроедческие блюда. Но есть просто пара блюд, сыроедческий бурш, блюда с авокадо, пророщенная гречка с фруктами, масло льняное пью. Никак с Машем она там пророщена. Мне подружусь. Куркума везде и замученный овес иногда. Так, льняная каша, конечно. Ну, смотрите. Я вам сейчас расскажу о себе. Можете другое мнение иметь. Тут вот начинают рассказывать, что когда ты ребёночка родил, то нельзя там красное, там яблоки с кожурой, там виноградики и всё остальное. Якобы у ребёночка что-то там будет. Орехи, естественно, там начинают пугать, это аллергены, ля-ля-ля, там, значит, всё это рассказывать. Вот, смотрите. Про восстановление лично я думала в последнюю очередь. Мне было важно, чтобы мой ребёнок был без коликов, колики, это вообще у всех, чтобы он рос нормально, получал нормальное питание, чтобы я с голоду не помирала. Вот это у меня было самое важное. А восстановление на среднем, это как, ну, такой, некий бонус, который у вас появляется автоматически. Смотрите, коллаген нужен и дополнительно, если у вас организм спящий, если у вас неправильно строятся клетки, если у вас полный хаос и бардак в гормональном плане. Если вы правильно с рейдами питаетесь, у вас всё гармонично, у вас всё правильно. Поэтому, друзья мои, очень вас прошу. Первое, что вы должны о чём думать во время и после родов, это о себе и о ребёнке в плане выживания. Меньше всего, там, о восстановлении, восстановлении, это уже чуть позже. Давайте поэтапно. Значит, вы должны понимать и вы знаете, да? Друзья мои, если вы подключаетесь, да, лучше вот без видео просьба. Если вы, например, вот вы родили ребёночка, всё, что вы кушаете, всё, что вы кушаете, идёт сразу же компонентом в грудное молоко. И вот это вот всё через правильное компонентное питание уже заселяет микрофлору кишечника ребёнка. То есть, я первое время, я думала так, что у нас самое простое? Овощные салаты, да, то есть, там, морковочка где-то, где-то свеколочка, где-то ещё что-то. Я постепенно, буквально, вот по одному ингредиенту добавляла в свой рацион. Так, как будто бы я никогда ничего не ела. То есть, я ворола сначала там маслица и морковочку, потом чуть-чуть там пряных каких-то, может быть, вещей добавляла, свеколочку, потом где-то фруктики, где-то ягодки, где-то что-то. Потом у меня злаковые в моём рационе появились. Ага, всё, у ребёнка нормально, никаких коликов. Потом, значит, у меня потихонечку орехи, бобовые, у меня уже после года появились, бобовые у нас тяжело ушли. И постепенно я вышла на то питание, которое у меня было до родов. Ребята, никакого специального такого питания, прям вот, чтобы вот там коллагенчик, ещё что-то там у меня не было. Я, если мне хотелось тёплое, вот, пожалуйста, супчик подогреваем сыроедческий, там до 40 градусов, он тёплый, кушайте. Борщик то же самое, щи сыроедческие, подогревайте, кушайте. Жидкое маме обязательно надо, потому что, если она не будет кушать жидкое, соответственно, молочко, оно будет туго пребывать. То есть, чем больше вы кушаете тёпленького, хорошенького, сыроедческого, жиденького, тем больше у нас, соответственно, молочка. пьём водичку, кушаем. То есть, друзья мои, вот я, после, как я споюсь, год ребёнку, я там, всё, всё, у меня полный рацион, обычный сыроедческий. Спорт у меня начался. Вот вы думаете, что вы от питания, там что-то у вас коллаген начнёт там вырабатываться в организме. Да вы двигаться должны. Мама, это не пень стаиросовый, который, значит, ну, просто вот сел с колясочкой и сидит. У меня вот колясочка была, а я давай на скакалке там прыгать. У меня была скакалка, лучше тренажёр. То есть, пока ребёнок спит, я на скакалочке. Двойные там прыгала только так. Поэтому, вы должны понять, движение, жизнь внутри вас появляется через движение. То есть, если вы просто будете сыроедить, у вас ничего не восстановится. Как только вы включаете мышцы в своём организме, вот кто меня видел, я вообще не худая. Вот, вообще ни в одном месте не худая. Да, вот где-то у меня там что-то там, плечики там, всё, но у меня вот мышцы можно прощупать. Почему? Потому что невозможно сыроедить без спорта. Невозможно. Не получится. Потому что спорт это дополнительный рычаг восстановления вашего организма. Если вы будете заниматься спортом, у вас будет столько коллагена в организме, что у вас всё будет подтянуто, у вас не за что будет тянуть. То есть, собственно говоря, у вас всё внутри будет так, как вот должно быть. Поэтому скакалка, различные виды фитнеса, колонетики, там, что у нас, стрейчинг, йога, вот то, где не надо далеко от коляски отходить. Вот берите и занимайтесь. Ребёнок чуть подрастёт, вы уже будете двигаться активно, когда он ножками пойдёт, там уже гулять с ним можно будет днём и ночью. Взяли колясочку и пошли километра три-четыре. То есть, ваша задача не ждать, что через питание вы что-то доберёте, а вести активный образ жизни, чтобы то питание, которое у вас есть, правильно формировало всё внутри вас, и мышцы, и связки, и подтягивало внутри матку. Я когда через три месяца после родов пришла к врачу, он сказал, что у меня маточка просто так идеально стянулась, всё у меня там значит, всё-всё-всё-всё и поджило вообще, как будто бы я и не рожала. А почему? Потому что вот я там месяц там с ребёнком, там лягонечко, тихонечко, а потом у меня уже потихонечку там начиналось там где-то растяжечка, где-то приседания, где-то ещё что-то. То есть, я вела настолько активный образ жизни, что у меня всё моментально всё так как нужно сложилось. У меня нет висячего живота, у меня тьфу-тьфу-тьфу, всё в этом плане хорошо. Почему? Потому что я веду активный образ жизни. Я пять раз в неделю хожу в спортзал. Пять, ребята. Я знаю, что такое спортзал. Я, понимаете, это вложение в себя. Если вы думаете, что роды вас освобождают от физических нагрузок, якобы через питание вы там где-то доберёте какой-то коллаген, я только пожать плеча не могу. Я за экологичную жизнь, когда организм не напичкивают там чем-то и он уже от того, что это уже прибыло, вот так начинает что-то наращивать. Я за то, чтобы у вас появилось всё это на фоне грамотного поведения. Ну, не знаю. Это моя точка зрения. Вы можете по-другому считать. Я лично на своём опыте, я рассказываю только свой опыт. Я знаю, как должно быть в идеале, в моём идеале. Ваш идеал может отличаться. Каллиграфия. Где и как у кого учиться. Есть возможность такое обучение организовать в скайпе. Наклон букв и всё остальное. по поводу каллиграфии. Смотрите. Можно сколько угодно играться современными видами каллиграфии и вспомнить советское былое прошлое великое, когда у нас была каллиграфия. Но всё это пустой звук. Почему? Дело в том, что наш язык, на котором говорили все наши предки. Это всесветная грамота. Конечно, сейчас современная интерпретация букв, она желает оставаться хоть какой-то более-менее действенной, но вы можете её распечатать и заниматься сколько угодно каллиграфией. Там очень красивая буква. Очень красивая. Если вы хотите правильно поставить руку, рекомендую писать и левой, и правой попеременно. Я пишу двумя руками, причём одновременно. Я была в детстве левшой, а в Советском Союзе, я пошла перед самым закрытием Советского Союза в школу, и там все должны были писать правой рукой. Меня переучили. Я пишу и левой, и правой рукой. Ем и левой, и правой. Рисую и левой, и правой. Вожу автомобиль, зачастую левой. Если вы хотите, чтобы у вас правильно развивался ребёнок, вы не просто над каллиграфией бейтесь, а именно над двуполярностью работы его мозга. То есть и левая, и правая руки должны работать. То есть ваша задача выбрать для себя время, распечатать все и светлую грамоту и потихонечку красивенько все это исполнять. То, как изображены буквы во всей светлой грамоте, это очень правильное написание. Очень хотела бы знать, как правильно сравнить с детьми, начиная с прикорма. Рацион был полноценным количеством приёмов пищи, перекусов, социум, садик, школа, благодаря душе. Но я всё об этом рассказала с самого начала. По поводу перекусов я в своём блоге Андрея Калёна на сайте я пишу посты постоянно. Постоянно пишу посты на тему как правильно перейти, как правильно быть на сыроеме, как делать то. Провожу курсы по чаровному сыроеме, ни для кого не секрет. Я каждый раз говорю, что еда должна быть всегда с вами, еда должна быть всегда вкусная. Два постулата. Еда всегда с собой, еда всегда вкусная. То есть грубо говоря, сейчас продаётся контейнеры, пластиковые, стеклянные, металлические, на ваш вкус, какой вам удобно. Туда с утра загружаете еду и всё. Либо в школу ребёнку даёте, либо в садик, как я говорила, фрукты, на полдник, на второй завтрак, либо ещё с собой просто берёте. То есть ваша задача всегда иметь с собой еду, потому что перекусы основа основ. Мы до восьми раз в сутки должны питаться. Это организует моложавость, это даёт силы, это позволяет вечно жить. То есть вот эти перекусы, у нас, например, три полноценных приёма пищи и между ними перекусы, которые позволяют взять в питании всё самое важное. Поэтому, конечно, конечно, здесь перекусы могут быть ягоды, фрукты, злаковые там ещё какие-то галеты сушёные сладкие в дегидраторе, какие-то котлетки сыроеческие. Просто обожаю. Уникально быстро готовятся. На ночь загрузил эти котлетки, с утра уже целые поддоны этих котлеток всех накормил, ещё и с собой на работу или по делам куда-то взял в детский сад, в школу ребёнку дал. То есть это вкусно, полезно, вкусно пахнет, вкусно по ощущениям. То есть у нас был случай, когда у меня ребёнок на художественную гимнастику ходит, и у неё когда были местные сборы, не те, которые в Геленджик ездят на сборы, а местные. И там нужно было всем заказывали обеды, а я с собой давала обед. Я там доставала абсориический болщик, котлетки, ля-ля-ля-ля. Всё. Тренера просто балдевали, потому что во-первых, это вкусно, во-вторых, это полезно. Не с всяких излишних калорий, за которые гимнастов очень сильно гоняют. Ну, не знаю, как бы тут что. Всё органично, всё по запросу, особенно то, что касается перекусов. Как вводить прикорм, я тоже рассказала. Да, я с этого начала. По поводу того, кому читать славы, да, богам, которые есть в именах и дополнительно богу-стри-богу. Хоть ребёнок, хоть взрослый, если кто-то заболевает, мы читаем славу богу-стри-богу. Если дети заболевают, есть такой препарат, который называется Ветома. Я на своих курсах по чаровному среднему об этом рассказываю. То есть у нас что такое Ветома? Это бактерии, которые не, я повторюсь, не живут в нашем организме. Попадая в организм, они живут пару часов, потом умирают. Но вот эти пару часов они сжирают всю патогенную микрофлору. Что это за бактерии? Вот, может быть, видели, как кошечки, собачки едят травку. А что они едят? Они не травку едят, они вот эти бактерии, которые помогают переварить и устранить все, что есть в ЖКТ. Так вот, наши учёные нашли эти бактерии, это новосибирская разработка. Есть, продаются в аптеке. Там по 20 капсул устроят очень дорого, там 400-500 рублей за упаковочку, которую вы пьете за 2 дня. А есть Витом, который продаётся, это тот же самый препарат, вот просто тот же самый, продаётся в этой аптеке. там вот такая туба 400 грамм. Стоит 700 рублей. 400 грамм, ребята. То есть вам хватит вот этого просто на полгода. Если у ребёнка какие-то проблемы с ЖКТ или просто температура, любое плохое самочувствие, чайная ложка Витома это порошок. Порошок, он сладенький, он на фруктозе. То есть фруктоза и бактерии в ней, они спящие, они на вот этой фруктозе живут. Покупайте свежий, чтобы там был максимум месяц. Не покупайте старый, который он год. Покупайте полтора, два, ну три месяца, ладно, чтобы срок у него был с момента произведения. И вот, значит, чайную ложку без горки, ну в зависимости от того, какого возраста ребёнок, через каждые два часа у вас всё будет хорошо. И температура, потому что у нас основной иммунитет находится в кишечнике. Если ребёнок заболевает, у него температура соплей, это значит бактериальная, патогенная микрофлора развилась в кишечнике. Вам нужно её устранить. Эту слизь надо устранить. Так вот, вот эту патогенную слизь сжирают вот эти вот бактерии с растений, которые просто размножили. Вот, значит, даёте, а он очень сладкий, ложку вот порошка в рот закинули выпить. Либо, например, берёте кружечку, разводите этот порошок, ребёнок выпивает, всё. И каждые два часа до состояния, пока вы увидите, что ребёнок выздоровел. То есть, грубо говоря, 3-4 дня вы даёте этот Витом, Витом-1, там они разные бывают, там просто несколько видов бактерий совмещены в процентном каком-то таком содержании, да, то есть вы берёте Витом-1, он оптимальный, он самый простой. И начинаете давать. Всё, у вас ребёнок на глазах выйдет из температуры, всё будет хорошо. Также ромашка, то есть мы настаиваем, в аптеке покупаем ромашку в пакетиках, настаиваем, даём пить ромашку, обеззараживает кишечник, у ребёнка спадает температура. Ну, что ещё? Календула, ромашка, если кашель, то ой, багульник даём, то есть оно отхаркивающее. Ну, то есть всё есть, все травки есть, пожалуйста, заваривайте, либо настаивайте, если вы на средине, и потихонечку употребляйте. Подскажите, пожалуйста, как почистить ребёнка, взрослого, от негатива, социума, отрицательных эмоций, самостательного? Увы, от социума не уйдёшь. Хотя бы простой метод. Самый простой метод это огнём и мечом. То есть вы берёте ребёнка, ставите перед собой, пусть он уже не крутится, ни по часовой, ни против, просто стоит. Берёте нож, которым вы никогда мясом не резали. Это так, как если вы были на выездной семинарах, как мы чистим огнём и мечом. Отрезаете, тут же проводите свечой зажжённой. Отрезаете, с другой стороны, все связи проводите. Отрезаете, все связи проводите. Всё, да? Но в любом случае, раз вы мать, вы можете просто обнять своего ребёнка. И вся эта нечисть сползёт с его энергетики. Ничего такого не будет. То есть вот, ну, собственно говоря, ну, огнём и мечом. То есть это самый простой способ. Можно ещё заговорить воду. То есть берёте, например, махаментру, читаете над водой, выливаете в ванну эту воду, вся вода становится заряженной этой энергией Бога. ребёнок купается, ему становится легче. Если, например, ну, опрыскивать, да, можно там как-то так легонечко попрыскать на ребёнка, если уж и в ванну там не получается. То есть способов, ну, достаточно много. В скайпе вопросов больше нет. Буду отвечать на те вопросы, которые есть здесь. Как объяснить детям про секс? Ну, правильно, да, имеется в виду. Ну, во-первых, не нужно делать из этого апофеоз вашего нервного напряжения. Это физиология, в которой он рано или поздно придёт, либо сам, либо с помощью вас. Первый вопрос, который мне там в 4 года задавали даже раньше моя дочь, откуда берутся дети. То есть, слушайте вопрос. Она не спросила как, она спросила откуда. Я говорю из животика. Прошёл ещё год. А как ребёнок попадает в животик? Спросила мама. Спросила ребёнок маму, то есть меня. Я говорю, ну, когда мужчина с женщиной любят друг друга, у них через некоторое время появляется ребёночек. Он у мамы в животике растёт и потом рождается. В 8 лет моя дочь спрашивает, а как ребёнок рождается? Я говорю, что есть половые органы женщины, что они растягиваются, потому что ткани эластичные. И ребёнок выходит. Моя дочь спрашивает, это же больно, это же как же? Я говорю, ну, бывает больно, бывает и нет, если правильные роды. И всё. Если она спросит про физиологию мужчины, я расскажу, что да, есть половой орган, который служит для зачатия детей, для того, для сего, для 5-го, 10-го. Когда мужчина и женщина объединяются в семью, то у них появляются детки. Если уж до техники соития, там вопрос дойдёт, то я спокойно расскажу и технику, расскажу, что вот так-то, так-то. То есть не нужно эмоционально говорить, вот спросил, какой кошмар, или вот ужас, что ж теперь делать. Спокойно. Вот спросил, ответил, когда вы нормально объясняете, у ребёнка нормально ложится всё в психику. То есть вы объясняете вот так, как есть. Теперь требую православную подоплёку данного разговора. Естественно, вы не начинаете с физиологии, вы рассказываете, что половые органы созданы для накопления энергии, потому что половая энергия самая мощная, самая сильная энергия. И когда мужчины и женщины любят друг друга, то эта энергия защищает их, их детей, их родственников. То есть эта энергия не просто аккумулируется, она ещё даёт жизнь, она даёт защиту, даёт плодовитость всем растениям, которые вокруг. То есть вы объясняете другую православную подоплёку, что это очень мощная, очень сильная энергия, которая зарождается, когда мужчины и женщины объединяются. И потом уже вы рассказываете за физиологию, откуда, чего там, как. То есть, смотрите, если бы она меня спросила, откуда прыщ берётся и как избавиться от прыщика, я бы то же самое рассказывала. Я бы с таким лицом рассказывала точно так же про половой орган. То есть я не меняюсь, я не делаю акценты, я не улыбаюсь так страшненько, так, ай-яй-яй, вот какая такая тема? Да какая тема? Обычная тема. То есть вот чем органичнее, чем спокойнее, чем вот как-то спокойно, спокойно, спокойно вы расскажете, тем плавнее и нормально ляжет на сознании ребёнка. Всё, что касается половых отношений. Подскажите, чем лечиться от коронавируса? Смотрите. Коронавирус, да? Ну, во-первых, я им переболела. Ответственно заявляю. То есть сразу скажу, что он не страшнее обычного гриппа. Я на средине 4 дня активно у меня была температура, никаких сопелек, ничего вообще не было, был кашель. Причём так странно, я им заболела, у меня начали, то есть не так, как вы знаете, горло болит, а потом вот значит лёгкие. Я почувствовала, как у меня внутрь лёгких чешется. То есть вирус, он видимо у всех есть, но из-за этих 5G, которые мы внедрили, он начал активно размножаться внутри моих лёгких и уже после лёгких, когда инфекция стала выходить, у меня заболело горло. Ну что, пила много воды, электроотрицательной. Здесь же смотрите, чем страшен коронавирус, он как бы есть некие кровоизлияния в лёгких и кровь заполняет лёгкие и не успеют, то есть нет тромбоза, то есть человек захлебывается собственной крови, русски говоря, то есть в микро кровоизлиянии. То есть здесь у нас два исхода, либо страшный тромбоз, либо человек истекает внутри в лёгких от крови. То есть это страшные вещи, когда организм не определяет паразита. Я, например, прибегала к такому интересному препарату противовирусному, который называется анандин. Анандин. Он раньше продавался в аптеке, но потом значит он стоит копейки и в силу того, что он очень хорошо помогает от вирусов, его быстренько выкинули из аптеки и он остался только в ветаптеке. То есть животных сейчас по факту лечит лучше, чем людей, потому что всё самое стоящее можно найти только в ветаптеке. Колется он внутримышечно. На каждые 20 кг веса одна ампула. То есть по сути женщине достаточно 2 ампулы, мужчине в день 3 ампулы. Значит прокалывается в течение 5-10 дней в зависимости от сложности состояния. помогает от всех вирусов. И герпеса, и апшеймбара, и кого только там, кого найдёте, от того и помогает. Потому что это очень крутой противовирусный препарат противовирусный. Значит он покупается в ветаптеке, он продаётся по ампуле, там что-то в районе 140-150 рублей за ампулу. Ну и собственно всё. То есть вы сами можете себе внутримышечно это всё проколоть. То есть я на момент того, это что такое анандин. Анандин это антитела. Антитела у нас выделяется в организме в каком-то маленьком количестве. Здесь это целая ампула антител, которые помогают этот вирус просто взять в оборот, уничтожить и выбросить из организма. И вот на момент когда я заболела коронавирусом, я вот просто проколола анандин и сказала да пошли вы все. И всё и выздоровела. То есть в принципе было очень легко. Ну что ещё? Пить много электроотрицательной водички, кушать сыроическую пищу, больше гулять на свежем воздухе хотя бы и всё на солнышке бывать у вас всё будет хорошо. Понимаете? То есть всё под рукой. Витом я применяла для того, чтобы разбудить иммунную систему, иммунный ответ. Потому что у нас наши лимфоузлы и иммунные узлы находятся в большом количестве в кишечнике. Так вот я работала ещё через кишечник, я пила витом. Каждые два часа чайная ложка с горкой, потому что я взрослая. Детям без горки и взрослым с горкой. Ну вот как-то так всё. То есть всё легко и очень просто. Ещё вопросы, друзья мои. Если есть вопросы, задавайте. Если вопросы у меня тогда буду потихонечку с вами прощаться. Поставьте плюсики, если всё по теме сегодняшней встречи вам понятно, есть ли информации достаточно, если всё хорошо, тогда поставьте пожалуйста плюсики. Если есть вопросы, то задавайте. Я с радостью на них отвечу. Да, вижу ваши плюсики. благодарю от всей души. Ну хорошо. Мы с вами будем проводить вебинары регулярно по вашему запросу. То есть от вас в чате по священному священному рощу. В чате по материнству и детству вы можете спокойно выкладывать вопросы. вопросы. Да, если вопросы коротенькие, я буду на них отвечать. Если вопросы обширные, тогда буду уже ориентироваться на грядущий вебинар и отвечу на вебинаре на все вопросы. На сегодня от меня всё. Всем, кто будет смотреть записи вебинара, слава, почёту, благодарю. Продолжение следует...